Мы приехали в Катерлесский Свято-Георгиевский монастырь в солнечный, но очень ветреный день. Три с половиной часа заняла дорога из Симферополя, семь километров от Керчи. Далеко. Женская обитель – с давней и удивительной историей, берущей начало в 18-м столетии. Гора эта наша, называется Катерлесс. Ее назвали татары. Они здесь населяли большую часть этот поселок. В 1788 году один пастух, помятуя, что раньше здесь была святая обитель, любил сюда подниматься. И он ревностно это делал обязательно два раза в день. Утром и вечером обязательно поднимался на эту гору. И здесь молился на горе, которая считалась домом Георгия Победоносца. Их в то время уже название это имело. И вот этот пастух, приведя свои стада, пока здесь ревечки его пасутся, он здесь молился. И в один из дней, это 6 мая по новому стилю, он увидел на этом камне, камень был немножко больше размерами всадника. Это был Георгий Победоносец. И он стоял в восхищении, любовался этим видением, пока оно не исчезло. Придя домой, он понимал, что это кто-то святой. И стал на иконы смотреть, кто это мог бы быть. И увидел, когда Георгий Победоносца дома у себя, надо же, говорит, я к тебе хожу молиться, и ты вот мне явился, мне, пастуху, вообще обычному человеку. Ровно через год явился еще раз святой великомученик и Победоносец Георгий Чабану-молитвеннику. А в третий раз он решил взять с собой из села трех благочестивых старцев, чтобы те засвидетельствовали чудо. Но подойдя к камню, увидели отпечатки стоп Георгия Победоносца, где он стоял. Как будто воски придавлены. И копыта лошади оставили следы свои на этом камне. И вот считаем мы, что вот это место, одно из копыт лошади, здесь хранится вода. Вот эту воду люди почерпают и исцеляются. И здесь хранится вода, но здесь она глубже. И вот это считается стопочкой Георгия Победоносца, что он с левой стороны возле лошади стоял. Вот это считается его стопочкой. Оставшуюся вторую здесь не видно. И вот здесь вот лошадь где была. Но, к сожалению, камень взорвана была в советское время. Эта обитель стала первой жертвой в Крыму прорабов нового мироустройства, решивших весь мир насилия разрушить до основания. Было это в году 1921-м. Начали, естественно, с духовенства, монахов и храмов. Да, монастырь этот был закрыт первый из всех монастырей. Наверное, жизнь этого монастыря, она те заименита имени этого монастыря. Потому что монастырь основан на честь Георгия Победоносца, великомученика. И крест этого монастыря именно великомученика. Потому как закрыли его первой. Всех насельников отсюда сразу же выселили. Кого на подворье, кого в другие монастыри, а кого просто за ворот, идите куда хотите. Насельников было здесь 80 человек по списку было. То есть тех, которые были в каком-то чину. Послушники, иноки и монахини. Матушка Игуменя показывает нам монастырские уоди и небольшую ферму. Мы хотели расширить нашу ферму, завести больше курей. Но Господь нам послал вместо 100 курей 100 петухов. А вот хавронюшки, сколько их у вас? Пять штучек. Тоже мужского, женского пола? Да, они тут разного, но они такие чувствуются, видите, как им хорошо. Ну да, как-то умиротворенные лица, если можно сказать. Зевают даже. Утки, гуси, сколько? Да, гусей 100 штук тоже есть, уток тоже много, бараны у нас еще есть, овцы, бараны. У нас есть обычные породы, курдючные, их 25 штук у нас овец. И у нас есть три телочки, вот уже взрослые они такие, в этом году уже, наверное, будут коровками. Монастырское хозяйство приносит сестрам небольшой доход. Мясо мы не вкушаем никогда, но молочная продукция, то, что мы от коров ждем, это, конечно, на трапезу. Сыр, масло, сметана, это на скоромные дни, нам, конечно, это по споре большое. От курей яйца, это вот тоже, опять же, скоромные дни мы вкушаем яйца. Ну, а сами животные, это не для нас, а для сельских жителей, потому что они с радостью приобретают у нас домашнее мясо, птицы там, или вот с радостью. Потому что в городе, конечно, купить такого домашнего, чтобы оно было без всяких там добавок. По пути мы повстречали всеобщую любимицу, ослицу Изольду с подругой. Да, просто так назвали, наверное, да и все. Да, назвали, красивое имя. Сколько она у вас уже живет? Она у нас три года, уже три года. Я знаю, что она тут подружку себе нашла, дикую козочку, которая больше ни с кем, кроме нее, не общается. Да, подарили нам козу, вот эту козу. Говорят, будет она у вас для молока. А мы даже вот корм даем только ослице. А она и питается, и только ходит с ней. Куда бы слицу ни повели, всегда козочка с ней. Ни к кому из людей она не подходит. Как известно, у ослов, животных, никогда не принимавших участие в военных конфликтах, на спине красуется крест в память о празднике входа Господня в Иерусалим. И остался след, да? Да, да. Вот этот вот крест. Это знак, да. Что Господь на крестные свои страдания отправился на самом безобидном, на самом добром животном. Вы посмотрите на эти глаза. Это небыкновенное животное. Они всех любят. У нас даже осленок есть, он необъезженный. И дети садятся, они же не понимают, на ком можно кататься, на ком нет. Он необъезженный, никто на нем не ездил. Детей не трогает. Кататься хотят, стоит осленок. И пожалуйста, меня. Буду катать вас. Ближайшее Рождество. Изольда будет нагружена подарками. Отправится в село Войково. К тем, кто нуждается. Матушка лично поведет, да? Да, я очень хочу именно пешком. Чтобы этот труд большой был. Можно ведь на машине приехать и отдать людям что-то. А мне хочется как бы путем, как Господь шел. Несмотря на то, что монастырь нуждается, тем не менее, матушка находит возможность и самой делать подарки жителям Войково. Матушка Феодосия сама о том и не думая, дала рождение новой рождественской традиции, когда построили вот эту маленькую пещеру Вертеп память о родившемся младенце Христе. Ну, мы его построили силами нашего монастыря, но традиция необыкновенно появилась с его появлением. То есть, как-то перед началом рождественской службы. У нас ночная служба. У нас там горят фонарики, все такое горит. И я зашла туда внутрь, думаю, посижу, почувствую, как это Вертепе. Как это вот Господь же родился в Вертепе. Здесь хоть и маленькая пещерка, но когда туда внутрь попадешь, там вот это дикий камень, но все это натуральное, и солому, там посетили много соломы. И я помню, зашла посидеть туда. И посидела какое-то время. А потом выхожу, и люди как раз все идут на службу. Рождество же, служба. И выхожу из пещерки, они говорят, матушка, что вы там делали? Я говорю, я хотела почувствовать, как это в пещере Господь родился в Вертепе. И говорят, и мы тоже. И туда все заходят. Выходят они, новый подходит. И теперь, значит, на Рождество Христово все люди, кто идет в храм, сначала заходят в Вертепе посидеть, почувствовать эту бедноту. И то, где Господь себя смирил, будучи Богом, совсем в самом низшем Вертепе побывал, где родился даже, где животные стоят. Еще одно монастырское чудо. Вот это туя, которая все засыхала-засыхала, да так и не засохла. А выросла всем на загляденье. Это я когда сюда приехала, он маленькой веточкой, мы его посадили сюда. Маленькой веточкой. И оно растет. Я его поливаю, забочу. Что ему надо? Травку возле него щипаю. А оно все коричневое-коричневое, сухое-сухое. Вроде бы одну веточку дает, и тут же она засыхает. Опять дала веточку, опять тут же она засохла. И как-то дал веточку этот кустик, маленькая веточка, сам он малюсенький такой. Дал он маленькую веточку, отросточек зеленый. И я думаю, ведь сейчас засохнет, могу я его жертву Богу отдать. Взяла, подошла, ножницами срезала его, отнесла в храм. Какой-то праздник был. И думаю, как-то храм украсить. И вот малюсенькую веточку сорвала, а вот малюсенькую совсем. И забыла про него. Прихожу сюда через три недели и смотрю, он весь, 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 прям как ежик в маленьких отросточках. И с того времени начал вот так вот расти. И прошло, я думаю, года четыре-пять, вот оно вот такое большое выросло, милости Божией. То есть вот пожертвовала одну веточку Богу, и, значит, началась у него новая жизнь совсем. Не просто все это было – поднимать, строить, восстанавливать, вспоминает матушка Феодосия. Служба во временном храме, один священник приезжает из Краснодара. Вода привозная, а в монастырской скважине соленая, пригодная только для супов бощей. Впрочем, никто не жалуется. Не жаловался и тогда, 28 лет назад. В 91-м году первым делом поставили крест семиметровый. Вот выше немножко гора у нас есть, там, где было явление иконы Георгия Победоносца. И с того времени стали возрождаться традиции крестных ходов. Это мы от древнего храма нашего Иоанна Притеческого. Крестный ход совершается ежегодно в День памяти Георгия Победоносца со всеми православными людьми, всеми жителями города. Всеми, кто чтит и помнит этого святого. Выходят с иконы и пешком идут через город, вот сюда, к нам на гору. Здесь совершался молебен, и до сих пор это совершается. И, значит, люди молятся. Так постепенно мы стараемся возрождать его понемножку в степи. Вот здесь вот. Возрождая его и с нуля. Потому что, если посмотреть на всю эту гору, она была вся застроенная. Она была засажена садами. Здесь были необыкновенные сады. Вот с этой стороны, например, были у нас виноградники большие. Территория монастыря Верхневого здесь занимала 24 гектара. В ту сторону, если, то там были орешник и фруктовые сады. Было еще так интересно, что весь периметр монастыря обсажен был соснами. Весь, весь, полностью он был как ограда. Вот. В сельве сосны не росли. Росли только в монастыре. И люди, если хотели посадить у себя сосну, чтобы она прижилась, брали ее отросток именно в монастыре. Вот такое тоже было чудо. А еще есть пасека. Мед ароматный, из разнотравья, выше всяческих похвал. Ну и, конечно же, пруд с рыбой. Матушка, у вас тут совершенно такой замечательный пруд. Я вижу, он еще не совсем доделан. Но, тем не менее, рыба у вас есть. Что это за рыба? Откуда вы их взяли? И правда жили, что они на ваш голос откликаются. Рыба, как и все насельники монастыря, находится в послушании у матушки Игумени. Зову, и вот так рыба, рыба, и они вон приплывают все. Смотрите, все плывут. А сколько их здесь, скажите, пожалуйста? Ну, их сосчитать нельзя, потому как мы сюда выпустили несколько больших рыб, и это все рыбешки здесь родились сами. Здесь вот есть карпы кои, караси и обычные карпы. Вот я действительно вижу, вот вы разговариваете, они просто начинают живее как-то двигаться в воде и на ваш голос. Если бы мы еще здесь постоим, они все сюда вплывают. Обязательно. Много желающих помочь приезжают в Войково и остаются навсегда. Они сделали предостаточно добра, а считают наоборот. Да вообще ничего не сделано, если так уж руку на сердце только начали. Иннокеня Ксения, родом из Феодосии, давно мечтала сюда приехать. И приехала. Живет уже год. На разных послушаниях побывала. И в этой трапезной работала, и убирала везде. Ну, а сейчас я в алтаре работаю. Помогаю батюшке служить. Каждое послушание, оно как-то своеобразное, такое тяжелое. Надо, как говорится, все себя отдать туда. И работаю, и все. И к вечеру уже идешь, и мечтаешь как бы скорее упасть на кровать. Но нет, она тоже не жалуется, не умеет. Да и зачем? И вообще, я вам хочу сказать, что здесь и люди-то совершенно другие. Вот они какие-то добрые, с ними интересно общаться. Ну, и работники, которые здесь работают, ну, в основном мужчины. Мы-то, у нас всего лишь две монахини здесь, очень мало. А вот, ну, мне очень нравится. Матушка всегда рада гостям и паломникам. С улыбкой встречает всех, принимает в обители. Даже тяжело больных кормит, лечит, выхаживает. И люди понимают, каждый, кто положит хоть камешек в стену храма, не будет забыт у Бога. Субтитры создавал DimaTorzok